Они могут строить ферсклавные заводы. Если вы хотите построить ферсклавный завод, идите в этот банк, и, возможно, вам дадут денег. То есть это очень огромная государственная структура с большими диктами. После нашей публикации, после того, как мы будировали тему, чтобы они изменили свою политику открытости, они стали более прозрачными, и они изменили политики внутри себя. И теперь они публикуют конечных бенефициаров своих крупных и дешевых кредитов. Потому что, когда мы стали делать публикации, выяснилось, что деньги вознаграждались в семье разорваемых. Но это мы еще делали до того, как это было мейнстримом, так скажем. Потом, допустим, еще один очень крутой кейс, я считаю, когда наша публикация, ну я потом про нее позже расскажу, там не только публикация, она изменила бюджетную политику Акимата, мэрии Алматы, самого большого города Казахстана, где мы сейчас с вами находимся. И теперь деньги идут, ну, не только на вот этот жестокий отлов убийств бездомных животных. На отлов они тоже, конечно, идут, это такая часть жизни, к сожалению. Но еще бюджет помогает теперь приютам, в которых содержатся бездомные животные. Это тоже благодаря нашим публикациям. Очень много было у противника крутых кейсов, когда чиновники отменяли абсолютно бездумные, бессмысленные тендеры государственные. Самый там, почему-то я его запомнила, очень интересный пример был, когда госкомпания объявила тендеры на то, чтобы закупить абонементы фитнес-клуб для своих людей. И напомню, это фактически госслужащие. И вот госслужащие на госденье хотели ходить в фитнес-клуб. И после нашей публикации отменили этот тендер. И было еще очень много таких вещей. Если вы потом вдруг захотите подписаться на брутинге, вы только увидите, что там часто такое бывает. И сейчас еще у нас как раз такая очень хорошая кейс. Брутинге увидел, как идет реализация конфиската, лакши-конфиската. Ну, то есть идет какое-то коррупционное дело. И у коррупционеров конфискуют крутые машины, сукилы, витоны и так далее. По идее, их нужно вставлять на аукцион и продавать. А потом за счет этих денег пополнять бюджет в государстве. Но наши очень ушлые госслужащие, они, допустим, говорят, мы прокуратура, нам нужна машина. Они такие, а у нас как раз есть шикарная версия, берите. Это по закону не запрещено. Но это по логике вообще неправильно. То есть, да, круто, если прокуратура получит машину, но почему лакши-конфиската круто, да? Пожалуйста, берите конфискат, я уверена, есть совершенно другой. Вы можете брать обычные машины. А лакши-конфискаты, роскошные какие-то вещи должны продаваться и пополняться, и госбюджет за счет этого должен пополняться. И сейчас, как раз, эта тема дошла наконец-то до Министерства финансов. И они пообещали, что будут изменять эту политику. Лакши-конфискат, они пообещали, что изменят политику, и что они будут продаваться такие вещи прежде всего, а деньги будут идти в бюджет. Вот. Как работает это? Как эти тексты в пабликах работают? Сначала мы пишем тексты, которые привлекают внимание. И так как сейчас мы живем в мире соцсетей, то лайки, шеры, комментарии, они имеют вес. Когда идет очень большое давление на государство, на госчиновников, они как-то, они вынуждены реагировать. Они реагируют, меняются, и все наше общество получает профицит. Поэтому я сегодня бы хотела с вами поделиться своими наработками, как мы пишем эти тексты. Это не обязательно просто тексты в пабликах, на карточках. Это еще сценарий могут быть. Это могут быть в Инстаграме, в Телеграме. И, в общем-то, это универсальная штука. Вот Наташа Лиз здесь сидит, мы с ней работаем на Кабар-Эйжа. Она знает, что я эти же вещи применяю для текстов на сайте. Я, судя по просмотрам, это тоже работает. Так что это очень универсальная штука. Она универсальна для всех площадок и для всех языков, потому что, в общем-то, это не от языка, зависит от логики подачи материала. Давайте для начала разомнемся немножко. Это реальный текст из реального паблика. Я бы хотела... Не видно, да? Но я уже не смогу сказать его больше, если... И даже не хочу его читать. Вот. Ну, пожалуйста, кто сможет, прочитайте. И скажите, что бы вы хотели изменить в этом тексте. А если не хотите ничего изменить, то я бы хотела услышать ваше мнение, почему ничего не нужно. Если кто-то успел прочитать, и вот у вас сформировалось мнение, пожалуйста. Слишком сухая подача, слишком официозный язык, и когда вы не так легко воспринимаете, то я бы хотелось бы, и хотелось бы принять, наверное, что-то проще. А вот это же аудиторское заключение, ревизионные комиссии. Да, брали. Я всегда, когда такая аудитория, я всегда говорю, блин, мне теперь страшно, чему я вас буду учить, вы без меня все знаете. Да, я абсолютно с вами согласна. Причем это очень крутая, крутая кейс был, потому что деньги... Я не знаю, сколько это в доллар, будет 3,5, почти 4 миллиарда тенге, но это очень большая сумма, очень большая сумма для такого маленького города, как Тимиртаун. И написано действительно, это тема, которую нужно было вообще качать, бультировать, потому что такие траты, они непозволительны. Это возмутительно, и надо было, чтобы хотя бы чиновники не только так понесли наказание, но чтобы они изменили внутри свои политики, и такого больше не повторилось. Но вот этот пост, я специально смотрела, он вообще там не набрал ни лайков, ничего, ну, и мне было очень обидно, потому что тему вытащили ребята очень хорошим. Вот, мы бы, совершенно верно, мы бы сделали его более живым, меньше канцеляризмов, и я сейчас покажу, как мы это обычно делаем. Так, начало текста, я всегда говорю, оно должно быть всем, кто ко мне приходит, там, начинающие журналисты, я всегда говорю, что оно должно быть одновременно и цепляющим, и очень коротким, ну, чтобы вот так, да, привлечь внимание аудитории. Я когда в журналистику пришла, я пришла в печатную журналистику, естественно, это было сто лет назад, даже чуть больше, наверное, вот, и коллеги мне говорили, если ты сделаешь хороший заголовок, то это 50% успеха текста. Потом уже люди смотрят на лиды, там, на фотографии, подписи к фотографию, но если крутой заголовок, то 50% люди прочитают этот текст. Сейчас, когда вообще мы живем в каком-то информационном ужасе, когда на нас все это сыпется и льется, вот начало текста, оно какое-то супер критическое значение принимает, потому что человек в первую буквально одну-две секунды считывает, хочет он это дальше читать или не хочет. Поэтому я бы очень большое сейчас внимание уделила началу текста. Вот. На самом деле, его сделать и коротким, и цепляющим очень плохо, очень просто. Для начала нужно написать основную мысль. Когда к нам приходят молодые журналисты, я им предлагаю вообще начинать с заголовка. Я, допустим, надо мной коллеги всегда потешаются, потому что, оказывается, мои коллеги сначала пишут материалы, потом придумывают заголовки. А я не могу так. Мне надо придумать заголовок, и он мне, знаете, как будто передо мной прям путь открывается, и я понимаю, как идти до конца, что надо делать, как будто бы у меня уже весь текст зазрел в голове, и я могу дальше двигаться и делать его. И я настоятельно рекомендую всем сначала писать основную мысль. Лучше ее укладывать в одно предложение, максимум в два. Если вы это сделаете, значит, вы уже сами поняли, что вы главное хотите сказать. Ну, то есть, как в том анекдоте, я вам уже столько объясняла, уже сам понял, они все равно не поняли. Вот если вы поняли, значит, и ваша аудитория с очень большой долей вероятности поймет, что вы их хотите донести до нее. Это тоже очень практические советы, которые я постоянно даю и сама их использую. У нас мозг так устроен, ему надо загрузить сначала в него информацию, потом ему дать немножко отдохнуть, чтобы он переварил, а потом, чтобы эта варочная машина нам что-то другое выдала. Ну, то есть, это как скороварка, я не знаю, мультиварка. То есть, вы загружаете туда какие-то ингредиенты, даете ей поработать, она вам выдает совершенно новый уже продукт. Наш мозг работает, в общем-то, точно так же. Вот этот момент, когда он должен переварить, нам достаточно перефокусировать даже взгляд. можно просто посмотреть, далеко на... перефокусироваться там с монитора на улицу, посмотреть на улицу. Не рекомендую курить, но если вы хотите покурить, окей, там попить воды или что-то такое можно тоже сделать. Когда вы опять обратитесь к монитору, мозг уже вам уже готов будет дать честную информацию, честную обратную связь, он может вам сказать, вам вообще самому это интересно, вас это цепляет. Если нет, то попытайтесь заново сформулировать, переформулировать, подумайте, что не так, что пошло не так и переформулируйте. У меня есть несколько приемов, которые очень универсальные, очень простые, которые я всегда использую. Я вкладываю или эмоции, или создаю какую-то интригу, или заставляю аудиторию примерить вот эту ситуацию на себя. Когда человек начинает включаться в эту игру, он, естественно, обращает внимание на ваш текст и дальше идет в свет за вами. Как создать интригу? В общем-то, тоже очень просто, но нужно соединить, допустим, несоединимые вещи. Если, если, для казахстанской аудитории, я думаю, это очень понятный образ Тимур Кулебаев и морковка. Для кого непонятно, Тимур Кулебаев это зять Назарбаева, бывшего первого президента, бывшего президента Казахстана. Один из многотейших людей в Казахстане. Он, да, он на третьем месте. Он не просто в казахском Форбсе, он в американском Форбсе, в глобальном, потому что он миллиардер. И за счет этого, что морковка и миллиардер, дешевая морковка и миллиардер, это привлекает внимание. Я когда вот кто руководит пабликом про тенге, написала, говорю, слушай, у меня вот такая тема есть, я ровно так вот написала, как Кулебаев получила от государства кредит на сто десять миллиардов тенге, это тоже гигантская сумма, чтобы сделать морковку дешевле. То есть, тут два таких несочетаемых, сталкивающихся два момента, очень богатый человек с очень большими деньгами берет очень большой государственный кредит на сто, чтобы сделать морковку дешевле. И она такая, беру, короче, я продала очень быстро этот текст, и короче, мы эту тему, потом, это была первая публикация на эту тему, короче, там такая была ситуация, что этот кредит брали на несколько больших автораспределительных центров по всей стране. Короче, часть этих центров уже была товарищем построена. Более того, он строил это на государственные деньги, на это, с этого же банка развития. Там еще, еще, короче, потом они должны были эти ОЛЦ построить и опять продать государству. А потом, когда они продали государству, там такая схема была, государство потом должно было им отдать в аренду, и они бы продолжали дальше на этом зарабатывать. Там, короче, такая была схема, что вот этот банк развития Казахстана не писал, кому он дает деньги. Он писал там просто ТОшка такая-то. Заходишь на сайт этой ТОшки, она не открывается. То есть, я просто покопала реестр государственных и увидела, что эти деньги идут Тимуру Кулебаеву. Мы потом очень прямо эту тему вели-вели-вели и довели до того, что банк развития Казахстана, мы прям писали рекомендации наши банку развития Казахстана, типа, ребята, давайте-ка вы будете нам рассказывать, кому на самом деле вы отдаете деньги. Мы, в общем-то, не против Тимуру Кулебаеву Тимуру Кулебаеву Ну, у него есть ресурсы, компания и так далее. Но мы не видим, а это вообще в конкурентной борьбе эти деньги были получены или нет. И после наших многочисленных публикаций банк развития Казахстана изменил свои политики внутренние и в том числе он сейчас делает открытую информацию, кто конкретно получает большие и дешевые кредиты. Если сейчас вы зайдете на банк развития Казахстана, кликните на любой проект и вы прямо увидите поименно, какой человек из какой страны получает большие деньги на большой срок и под очень маленькие проценты. Это благодаря паблику про тенье. Так, дальше. А, вот это я считаю одним из хороших примеров. Вот это тоже, кстати, хороший пример создать какую-то интригу или что-то, что рвет шаблоны. Наш любимый ЛРТ, кто не знает, может быть, кто не из Казахстана, в Астане построили лентарельский транспорт, начали строить за какие-то гигантские деньги. Его не построили до конца, там остались вот такие стоят короче бетонные стелы фактически по всему городу, по центру. они стоят недостроен, потому что деньги закончились. И это считается у нас таким памятником коррупции. У нас очень много судебных разбирательств, люди там сбежали в Нью-Йорк, говорят, что не на эти деньги они сбежали, в Нью-Йорке живут прекрасно, неважно. В общем, что мы сделали? Я случайно тоже смотрела и увидела, что наше прекрасное государство собирается на внешних рынках занимать один миллиард долларов на достройку этой красоты. Они потому что искали маркетмейкера, который бы купил облигации, который бы помог им выпустить облигации. Короче, это очень сложный, такой сложный биржевой процесс. И я просто увидела, что они начали искать маркетмейкера, а это значит, они будут на внешних рынках занимать деньги. В итоге, кстати, они заняли не на внешних рынках, а на внутреннем. Тоже ничего хорошего там не было, неважно. Мы просто взяли и очень привитивно посчитали, сколько лет будет оправдываться хотя бы вот этот миллиард долларов. Оказалось, 125 лет. Там были очень простые расчеты, неважно, если вы захотите посмотреть. И этот факт очень сильно привлек внимание аудитории, потому что все поняли, что это еще не просто дети будут за это рассчитываться, а вот внуки, правнуки, еще несколько поколений. Нам, конечно, потом предъявляли претензии, что мы неправильно считали, что вообще это социальный проект, который не должен оккупиться, это не коммерческий проект, и так далее, и тому подобное. Но, ребята, когда вы задевали этот проект, вы вообще головой думали, потому что головой никто не думал в тот момент, все думали, как угодить Назарбаеву, который хотел провести вот этот ЛРТ от аэропорта до экспо. Экспо-то тоже построили за гиданские деньги. В общем, я считаю, что все равно надо будировать такие вопросы, чтобы не было повторения ошибок, потому что сейчас у нас зарождается второй юбасы, и он тоже может потом потребовать какой-то хрустальный мозг к своему дворцу подвести, я не знаю, что угодно может сделать. Поэтому очень важно привлекать внимание, и я считаю, этот пример очень хороший, потому что сейчас мы знаем, где занимают деньги, у кого занимают деньги, отдают эти деньги, не отдают эти деньги, и так далее. В любом случае эта тема находится под контролем общественности, и я очень надеюсь, что дальше с этим делом не будет связано никаких коррупционных разбирательств. А вот это очень плохо, я тоже делала этот сценарий, мы про экспо, кстати, делали, короче, оказалось, что я думала, что этот образ со звездой смерти такой универсальный, и все его сочетают и поймут. Оказалось, что нет, нам некоторые писали, что такое звезда смерти, вы вообще о чем, ребята? То есть я хотела какие-то вызвать эмоции, я не знаю, аллегории, воспоминания, что угодно, но у меня не получилось, по крайней мере, не у всей аудитории, поэтому очень важно еще учитывать культурный код вашей аудитории. Ну, то есть, это, допустим, у меня есть коллеги, с которыми я сижу там рядом со соседним столом, у нас есть шутки, которые понимаем только мы вдвоем, больше никто не понимает, да, есть шутки, которые понимают, допустим, только у нас там на Кабарейже, это наш общекультурный код, есть шутки, которые поймут только жители там Астаны, я не знаю, вашего подъезда, района, ну, то есть у нас есть какие-то общекультурные коды с каким-то комьюнити, и вам очень важно понимать, для кого вы пишете, и считает ли ваше комьюнити этот аллегорию, это сравнение, этот посыл, или нет. Поэтому, пожалуйста, учитесь на плохих примерах и не повторяйте. Ну, кстати, я поняла, что вообще очень тяжело найти универсальный какой-то сейчас код, потому что мы все очень сильно разные, я как-то своей дочери сказала слово треники, она так говорит, что это, хотя, ну, я ее, в общем-то, родила, да, воспитывала, мы на разных училищах даже говорим с ним. Ну, то есть, подбирайте ключик к своей аудитории, и чтобы вызывать в них эмоции, какие именно вы хотите прорубить. Так, вот, как вкладывать эмоции? Это тоже очень просто. Я не знаю сейчас, как, там, более юное поколение, более молодое, чем я, но я знаю, что у нас такое в культуре было очень суровое, нас там не разрешали хвалить, потому что было такое, не хвали ее, она испортится, ты захвалишь, будет все хуже, моя бабушка вообще мне говорила, ты зачем смеешься, беду накликаешься, ну, то есть, вот такое немножко было, очень такое суровое, я не знаю, языческое какое-то отношение ко всему этому, поэтому особо никогда не проговаривали свои эмоции и я иногда понимаю, что мне ну, мне, наверное, тяжело, а вот у моих ровесников и особенно у моих старших родственников я вижу, что им очень тяжело описывать свои эмоции, потому что нет такой культуры описывать свои эмоции. У моей, кстати, дочери в этом плане намного проще, я смотрю, как она с одноклассниками общается, они это очень нормально между собой, я испытывала то-то, мне это не понравилось, не делайте так больше. Я предлагаю вам с аудиторией проделывать то же самое, говорить, какие вы эмоции испытываете, чтобы они или разделяли их, или не разделяли с вами. Самое главное, чтобы они не оставались равнодушными, иначе ну зачем тогда мы все это делаем. Опять-таки, с помощью слов прям как пишите вот никогда такого не было там, вдруг опять, мы короче удивлены, да, и с помощью эмоций, эмоций, как их правильно не знаю, эмоции их называют. Это очень сейчас тоже важная часть коммуникации, у меня есть моя супкурсница, бывшая, которая единственная осталась в преподавании, она преподает в университете, и мы с ней как-то общались, и я говорю, слушай, я пишу тексты, мне очень тяжело без смайли, как я страдаю, она говорит, я вообще не понимаю, почему до сих пор учебники русского, казахского, английского языка не ведут это, потому что это реально стало частью нашей коммуникации, и мы не можем их игнорировать, и не надо их игнорировать, надо их использовать, пожалуйста, не целуйте Токаева, да, не целуйте Токаева, то у нас будет опять второй имбосы, мы не хотим этого, ну то есть эмоции тоже, эмоции еще тоже несут смысл дополнительный, новый, используйте это. Так, вот, мы тут всей командой в недоумении, я, конечно, обычно всегда в своих сутях более сильными, выражаюсь словами, не делай, чтобы никого работодателю не подставлять, но, в случае, то, что вам позволяет делать, можно более сильными глаголами пользоваться тогда, я не знаю, какие там комьюнити у вас, но, материться, да, наверное, не стоит, но, такие сленговые какие-то выражения можно использовать, кстати, я за это очень люблю соцсети, потому что классическая журналистика не позволяет это делать, я иногда это делаю, но я кавычу, конечно, чтобы показать, что это не очень приличное слово, не очень уместное. Так, вот плохо, люди, вот про что это, вот какую эмоцию хотели бы избить у нас, непонятно, я за это зацепилась только из-за того, что вот этот вот человек, это ректор моего вуза, в котором я училась, когда я училась в 90-е, наш вуз был провинциальным, бедным очень, ну, там, разруха 90-х, все такое, как только пришел товарищ Арын, сразу на этаже, где был ректорат, появились красно-ковровые дорожки, лепнина, заграшенная золотым цветом, портреты, там, всех вот этих остальных, таких тяжелых, позолоченных рамок. Естественно, его потом погнали, там, за коррупцию, но он пришел в Акимарково-Мударскую область, тоже был замешан, что-то там, в коррупционных вещах, а потом он опять всплыл, где-то в очень хорошем месте, и вот эти три человека, это коррупционеры, которые потом опять вернулись на госслужбу, и ребята об этом рассказывали, очень крутой кейс, очень крутые кейсы, но обложка, начало, так скажем, текста, мне не зашло, потому что я не поняла, о чем, я не поняла, какую эмоцию я должна тут испытывать, или какую мысль я должна мыслить, вот, поэтому я бы сформулировала, там, по-другому немножко, типа, эти там ужасные коррупционеры опять вернулись, там, ворвать деньги, я не знаю, ну, что-то такое, чтобы привлечь мое внимание. Если бы я этого человека не знала, я бы пришла мимо. Так, ну, это тоже очень просто, вы просто описываете ситуацию, говорите человеку, вообще, ты можешь себе купить квартиру за 80, за 40 миллионов теньев, это очень большая сумма, это какая-то очень крутая квартира в центре Алматы, или Астаны, в новостройках, там, типа, 150 квадратных метров, ну, чтобы вы понимали стоимость, и когда человек начинает, я даже сначала не сообразила, сколько это денег, потому что, ну, это на самом деле большая сумма, я не сообразила даже, насколько должна быть крутой эта квартира, а потом, когда я сообразила, я такая думаю, так, ребята, почему судьи-то там должны жить в таких квартирах, хотя, я получу налоги, и я, в общем-то, не живу в таких квартирах. В общем, когда вы заставляете человеку примерить на себя ситуацию, он, когда у него включается мозг, он включается в эту игру, и он начинает читать, и действовать. Кстати, по-моему, этот тендер, если я не ошибаюсь, тоже потом отменили, и, потому что, все считают, что, окей, да, мы должны обеспечивать наши судьи, потому что они очень важная часть нашего общества, но, ребята, давайте, немножко там, на средний уровень равняться, ну, жить примерно, как все. Так, вот, это будет, как привлечь внимание, как сделать коротким, это тоже очень просто, на самом деле, просто надо все, почистить от слов, как это называется, слова мусорные, слова я забыла, как они называются, еще раз, паразит. Да, спасибо. От слов паразитов, которые вообще не несут никакого смысла. Я еще заметила, что почему-то очень многие люди, и особенно журналисты, они любят повторять одну и ту же мысль в одном и том же предложении, или в соседних абзацах, или через три абзаца, и так далее. Не надо этого делать. Я понимаю, ты написал тебе прямо, это, кровь твоя и боль, но все равно, мне, например, начинает бесить это, когда мое время воруют. Если вам, если вам так очень сильно нравится, выберите, что конкретно, какая формулировка вам больше нравится, ставьте ее. Разбивайте, есть ли очень большие предложения, разбивайте на два простых. Но опять подчеркиваю, без потери смысла, потому что я иногда получаю, я когда начала об этом говорить, я стала получать какие-то невидимые ранее для меня сочинения младших классников. Я говорю, что это? А они говорят, вы же сами говорили, делайте простые предложения. Я говорю, я такая, хорошо, давайте тогда так, без потери смысла. Вы ведь голову надо включать, когда что-то сокращаете или что-то там разбиваете. Короткие предложения, они дают ритм, они дают возможность как бы бежать по камушкам быстрее, мысли, глазам, там, чему угодно. И ваш читатель будет вам благодарен, если вы ему ритм такой выстроите, и он сможет вот так ритмично читать ваши тексты. Так, настоятельно рекомендую читать слух. Можно экспериментировать на несчастных родственниках, детях, племянниках, бабушках, дедушках. Если они, если вы сами слух читаете, споткнулись, они не поняли, ну, значит, где-то 99%, что остальные тоже не поймут. Надо скидку, нет, конечно, делать на родственников, тоже они могли отвлечься, или еще что-то. Но, как правило, они хорошую, очень обратную связь дают. Спросите конкретно, что не так, что непонятно, может, слово какое-то там неприятное, я не знаю. И, опять-таки, включайте мозг, и там, нужно менять, не нужно, меняйте. Опять-таки, предлагаю отвлечься, чтобы мозг перефокусировался, перезагрузился немножко, и уже был готов дать вам обратную связь. Он вам обязательно даст обратную связь. Если все плохо, начинайте сначала. Это такая тренировка, иногда приходится на два, на три раза переписывать с чистого листа, но это, знаете, как попу приседать в спортзале. Сначала очень тяжело, а потом очень красиво. Вот. Адосные вопросы какие-то есть? По началу? Нет? Так хорошо объяснила, и... А можете привести примеры слов по паразитам, которые часто используются? Знаете, у меня было раньше слово «короче». Я прямо, я помню, что когда перед защитой диплома меня руководители или по дипломной работе просто дрессировала, чтобы я не произносила это слово. Вот в целом, короче, подобное и так далее. Знаете, такую книгу «Пиши, сокращай»? Вот там это хорошо очень написано, я думаю, что если вы прочитаете. Я, кстати, журналистам не рекомендую вследкую исследовать, потому что иногда вот эти слова там вероятно, предположительно освобождают нас от уголовной ответственности. Вот. И поэтому опять-таки подумайте, там, если это не факт, а предположение, то, конечно, эти слова водные надо оставлять. Там еще и быстро не прочтешь, там нужно прямо работать, упражняться. Пиши, сокращай. А, да, ну там тоже очень хорошее упражнение. Да, это все, это на самом деле все тренировка. То есть, это там как мышцы, то есть, ты чем больше качаешь, тем они красивее становятся, тем быстрее ты потом начинаешь это делать и осваивать что-то новое. Я вчера просто делала большой, большую инфографику по пяти странам, вот, центральной Азии, по главным экспортным товарам. Слушайте, я чуть не умерла вчера, потому что я казахстанскую транспортистику я хорошо знаю. Более-менее знаю, где искать Узбекистан и Кыргызстан тоже, а вот все остальные, Туркенистан, Таджикистан, я чуть не умерла вообще. Но поняла, что в следующий раз мне будет намного легче, я потому что уже примерно понимаю, о чем где лежит, где можно там зеркальную статистику найти и так далее. То есть, я тоже постоянно через это прохожу, через эту боль, но оно потом всегда дает какие-то интересные результаты. Ну и вам легче просто становится это делать. Так, основная часть, ну это классика жанра, это где бы вы ни работали, что бы вы ни писали, на каком языке вы ни писали, о чем бы вы ни писали. Что бы вас понял, ваш там низови, ваш бицепел, я не знаю, как это назвать еще, ваша аудитория, вам нужно ответить на классические журналистские вопросы, которые здесь написаны. Кстати, настоятельно рекомендую посмотреть, чем отличается, зачем и почему, потому что иногда почему-то это путают. но это на самом деле разные вопросы. Так, в заключительной части, вот мы, по крайней мере, в протинке, и я вообще сейчас, если смотреть патрики, там они обязательно делают объяснение, почему это важно, я сначала очень сильно сжала над этим, но потом поняла, что это действительно важно, я позже чуть-чуть объясню, и можно в конце использовать какой-то призыв к действию, а можно и не использовать. тоже объясню, как мы этим пользуемся приемом. Так, вот когда вы отвечаете на вопрос «Кто?», нельзя просто написать Кристиану Трубачева, да, когда я даже зашла, и меня стали представлять, моя коллега, вот она сказала, откуда я, кто я, почему, она меня поместила в такой контекст, чтобы вы понимали, вообще, откуда у меня ноги растут. К сожалению, не от души, да, но тем не менее, вот, поэтому, когда мы пишем про каких-то людей, про какие-то компании, мы обязательно рассказываем кто они, чтобы человек в незнакомой ситуации понял значимость этой персоны, или значимость этой компании. Здесь вот прям совпало два в одном. Значимость этой персоны, это у нас сейчас главный сиделец, Кайра Городбаев, он родственник, бывший родственник Роза Городбаев, он не кровный, поэтому его бывший. Его дочь там была замужем там за сыном Дарьки Назарбаева, Дарьки Назарбаева. Вот, поэтому мы сразу указали, кто он, и я думаю, что когда вы показываете родственные связи с Назарбаевым, то даже если вы не живете в Казахстане, вы понимаете, что он имел доступ к административным и другим очень важным ресурсам государством. Ну, кстати, тоже в Форбсе у нас, не только в административном, финансовом тоже потоком присосался. Так, его компания занималась парковками. Две его, там, три компании, ну, не важно было, они занимались парковками в Алматы, повторюсь, в самом большом городе Казахстана. на что это было похоже? Это вообще-то похоже на самый мечтовый бизнес, потому что, представьте, у вас нет конкурентов, у вас всегда есть клиенты, вам не надо их никаким образом заманивать, они сами приедут, поставят машину, а если они не заплатят, то государство заставит их платить. То есть, это вообще сказка, просто сказка. И эта сказка досталась в руки Свату Назарбаеву. Такая же сказка досталась младшей доченьке, как маленький цветочек, оператор РОП, это короче, который старая машина перерабатывает, досталась Алие Назарбаева, младшей дочери Назарбаева. Это тоже со всех автовладельцев стали взыскивать так называемый утилизационный сбор. Фактически это был налог. То есть, понимаете, это был налог. Государство заставляло платить. И семья Назарбаевых активно пользовалась этим. То есть, это очень крутой бизнес, очень удобно попадать в журнал Форбс, и потом всем говорить, какой крутой бизнес-фет, когда тебе государство помогает делать бизнес. Мы специально здесь параллели провели, чтобы было понятно, как эти люди делали и продолжают делать в себе состояние. То есть, когда вы отвечаете на вопрос кто, вы должны поместить в какой-то контекст, чтобы аудитория сразу считывала, что это за люди. Если критически важно, если главную роль играет время, то вам надо это обязательно подсветить. Ну, просто это вытащите сначала вот это все. То есть, для нас, допустим, в этой публикации было важно показать, что за 30 лет независимости наши власти очень активно покупали на гост деньги яхты, гостиницы за рубежом, ну и вообще там лакшери и всякие отели. Вот 30 лет продолжалась эта практика. Если вам важно подчеркнуть место, если место играет роль, опять-таки вытаскиваете вперед, подчеркиваете. Иногда бывают публикации, где место действия или время действия уходят на второй план или вообще они не важны, можно упускать. Но опять-таки я говорю, вы должны понимать, это важно или не важно и на первый план вытаскиваете или на второй. Вот для нас важно было подчеркнуть, что государственные деньги шли на покупку лакшери-отелей за границей. у нас вообще почему-то власти очень любят лакшери-отелей. Вот это тоже отель семье принадлежит. Снесли здесь, раньше был дворец школьников, тоже была очень такая история, все тут возмущались. Это было лет 15 назад, но теперь такой красавец отель стоит. и обожаю глугол, потому что они нам дают вообще крутую возможность описывать. В глуголах есть энергия, которая может быть сидеть ни у каких других частей речи. Поэтому они могут быть очень короткими, лапидарными. Лапидарные это однословно переводится как высекать на камне. То есть когда если вы представьте, что вы высекаете на камне, вам надо сделать очень коротко, потому что это тяжело делать. Очень коротко, очень понятно, потому что когда люди мимо бегут за мамонтом, они долго читать не будут. Мы сейчас все бегаем за мамонтом, всегда бегали за ним и будем бегать. Поэтому чтобы привлечь наше внимание, надо очень короткое, ясное, колокольное какое-то выражение. Вот, ну допустим, про китайские компании. А с чем я это сделала? А, вот коротко мы это сделали, коротко написали. Так, используйте образы. глаголы нам дают возможность использовать какие-то метафорические сравнения, которые по-новому высвечивают факты. Допустим, здесь мы использовали проедаем нацфонды. Мы могли бы написать просто тратим или используем деньги нацфонда или инвестируем деньги нацфонда. чувствуете, да, как по-другому это звучит. Но здесь можно даже там спускай в унитаз, я не знаю, можно использовать. Но здесь это, мне кажется, максимально был хороший глагол, потому что вообще у нас нацфонд, мы туда собираем активные деньги, чтобы вкладывать очень длительные инфраструктурные проекты. Ну, допустим, строить какие-то крутые дороги, по которым мы можем возить товары. и за счет этого можно зарабатывать не только сегодня, но даже там, я не знаю, пока еще не изобретут, вот как это да, или хайперлуп еще, тоже, по-моему, Илон Маск не доделал. Вот пока это не будет на промышленные рельсы поставлены, можно зарабатывать деньги. А мы сейчас нацфон, сегодня, кстати, опять был стандал, потому что превысили допустимого трансфера из нацфонда, мы нацфонд тратим на пенсии. То есть мы даже не на будущие поколения тратим, а на поколения, которые уже не активны, не экономически активны. То есть мы его проедаем, мы тратим на социалку, на пенсии, и я считаю, что этот глагол очень хорошо подходит. Поэтому старайтесь с помощью слов, не обязательно глагол, просто глаголы, я еще раз повторю, они динамичные, они очень крутые, я их люблю, и они помогают высвечивать самое главное. Так, вот про важные детали. Про важные детали. А, вот, надо показывать людям, потому что люди могут не понимать, вот это большой текст, зачем мы это написали, и так далее. Но это очень важная штука, смотрите, вот про эту национальную торгово-распределительную сеть. Короче, эту ТОшку создали, назвали, а потом через несколько месяцев появилась такая государственная программа. Прикиньте, какое совпадение крутое. И именно потом эта ТОшка выиграла деньги на развитие этой государственной программы. Но здесь нет никакой магии, потому что это ТОшка принадлежит Мулу Кульбаеву. Он прекрасно знал, что скоро одобрят эту государственную программу, что будут выделять на это деньги. И когда вы людям говорите, вы им показываете, когда вы такие маленькие детали выделяете, маленькие, но важные, вы показываете, как люди у власти пользуются этой властью. Что такое? Я помню, когда я была в университете училась, я не поняла, что значит пользоваться административным ресурсом. Что это вообще? Ну то есть это постоянно говорили, у нас там пользуются на выборах своим административным ресурсом, а кем пользуются, чем пользуются, что это такое? Вообще я не понимала. И вот учитывая вот это свое непонимание, я пыталась своим братом с мамой говорю, они до сих пор не понимают, и они не понимают, как люди, они понимают, что Аким это очень крутой человек, но они не понимают, как он может пользоваться бюджетными директами. Это же невозможно, они же должны отходить от бизнеса. Да, они отходят. Это как у нас, знаете, есть прикол такой, у нас вот Аким Алваты, он в списке Форбс был, и когда я все работала, короче, они на нас наезжали, типа, я же, типа, отошел от дел, я передал их партнеру своему, почему вы никому не говорите, что у вас с этим партнером одно и то же свидетельство о браке. Ну, это жена его, он просто передал, типа, под управление своей жены эти миллионы, короче, и типа, говорит, я не влияю ни на что, ну, коллег, да, мы так сейчас ей поверили. Там, короче, были скандалы, что вот тот сайт, который сейчас Алматы у нас возглавляет, были скандалы, что, типа, уберите меня из списка Форбс, потому что я отдал управление. Мы такие говорим, подождите, но мы когда реестры смотрим государственный, там, вы как собственник сходите, то есть вы собственник активов, убирайте, выходите как-то, как бы, из бизнеса, чтобы мы вас не видели, да, в этих реестрах. Ну, короче, что-то потом они сделали, и там его теперь нет в этих реестрах, поэтому, по-моему, сейчас его нету даже в списках форбса. Вот. Тоже очень важно объяснять какие-то сложные процессы простыми словами. Для этого достаточно, допустим, сравнения, находить простые. Сейчас даже, вы, наверное, заметили, есть такой целый жанр, я не знаю, больших медиа, где там написано, что такое, я не знаю, маркетмейкер, простыми словами. Они прям пишут, и когда ты забиваешься, это прям вылазит в поиски очень много. Можете пользоваться этим, но я призываю пользоваться проверенными ресурсами, то есть, я, допустим, какие-то вещи смотрю, я смотрю, допустим, российские РБК, я знаю, что они очень тщательно относятся к этому, или там у российских Форбс, или что-то в этом роде. Если я сомневаюсь, я подключаю экспертов. Я всегда говорю, подключайте своих родственников. У вас наверняка есть какие-нибудь племянники с финансовым образованием, дядя-тёти бухгалтера, и так далее. Они всегда с удовольствием объясняют. Я даже удивилась, потому что я своей подруге как-то, она там, главным бухгалтером, я к ней периодически подгребаю, чтобы она мне объясняла, что написано, что написано здесь в финансовом отчёте, я спрашиваю. Я потом как-то в очередной раз извинялась, извинялась, в рене, она говорит, слушай, мне очень приятно, что ты с моей помощью делаешь какие-то расследования. Я такая, отлично, я теперь безостенчиво пользуюсь. Поэтому вы можете тоже найти такого человека, который будет вам на добровольной основе помогать, будет чувствовать, что он вносит какой-то вклад в общее дело. И объясняйся сложными простыми словами. Вот, этот вопрос, почему важно объяснять, что это важно. Короче, мы как-то делали, вот этот паблик был, мы делали большое видео на протинге, я не знаю, как в других странах, в Казахстане политические партии, которые прошли в парламент, государство выделяет на них деньги. Прикосы? Не знаю, да? Вот, то есть они живут на наши деньги, и, но, там прикол в том, что мы даже не знаем, как они голосуют, допустим, за какие-то болезненные вопросы. Мы вообще не знаем, они ходят там на работу или нет. Сейчас, кстати, стали делать прямые эфиры, уже хоть какая-то открытость появилась на ютубе, постоянно можно посмотреть, там, и с переводом, пожалуйста, на любой язык, ну, то есть, даже парламент немножко стал более открытым, хотя, казалось бы, да, народные избранники должны вообще быть решением вас навестить. Вот. И нам пришлось начать этот сценарий с того, чтобы рассказать, что делают депутаты. И мы им говорили, ребята, помните 42 500 тенге? Ну, казахстанцы, не надо объяснять, что это такое. Для гостей я объясню, что это сумма, которую нам платили, все нуждающиеся платили во время карантина по пандемии. Когда всех посадили под замок, очень многие же люди остались фактически без средств к существованию. И вот эти 42 500 тенге, это был минимальный размер заработной платы, где-то 100 долларов. И вот каждому человеку, кто остался без заработка, им платили. И нам пришлось буквально на пальцах объяснять, ребят, вот эти люди считают, что 100 долларов это нормальная минимальная зарплата. Ну и там так далее, там вот подобно мы еще делали какие-то примеры. И нам прямо в комментах писали, ну, на полном серьезе, спасибо большое, я наконец-то понял, чем они занимаются. я не знал, что эти люди принимают такие решения про размер зарплаты, про размер пенсии и так далее. Вот, ну то есть и за счет этого, то, что мы рассказали людям, какую важную роль на самом деле играют депутаты в нашей жизни, за счет этого публикация, это видео набрало большое количество просмотров. Вот в контексте тоже нужно помещать какие-то вещи, потому что цифра без контекста 1,1 миллиард теньгер, это ничего не говорит никому, даже не бы не сказала. Потому что, ну, мемориал, я не знаю там, я вообще не любительница таких вещей, потому что, мне кажется, у нас слишком много этого, ну, там, неважно, too much, я уже считаю, надо все-таки тратить деньги на другие вещи. Но когда поместили в контекст, что это один из самых бедных районов Туркестанской области, а Туркестанская область у нас вообще самая, ну, одна из самых бедных областей, то все встало на место. Этот тендер отменили, кстати. Ну, потому что для этого района это вообще бессмысленные, безумные траты. А, вот, КЦ мы очень редко пользуемся этим приемом, но он очень действенный, и мы, допустим, это делали, когда писали про бюджетные траты на отлов животных. Настоятельно рекомендую посмотреть, потому что там я, моя кошечка, которую мы взяли из приюта. Вот, мы делали вот сначала этот шоу, паблик, видео, и в конце, я так говорю, ребята, давайте соберем подвеси, петицию организуем, соберем подвеси, отправим. Мы собрали очень большую петицию, отправили в Алматы, в Акимат. Они на самом деле изменили бюджет потом, они стали помогать теперь приютам для животных. Я знаю, что Астана подхватила этот тренд, у них тоже, но у них там, по-моему, был достаточно такой продвинутый, предменяемый Аким как-то, он, по-моему, сам изменил этот бюджет. Ну, в общем, это действенная штука, она действительно помогает, но каждый раз не надо это делать, это в редких случаях, а то потом перестанет просто работать. Опять, что надо сделать после написания? Отдохнуть немножко, расслабиться, купить воды и прочитать слух. На первых этапах вообще рекомендую это делать, потому что очень хорошая вещь, когда вы спотыкаетесь, это значит, что-то пошло не так. Там, знаете, даже бывают такие штуки, такие невольные стихи, бывает же, иногда вы пишете предложение, там, хоба, рифма какая-то, какой-то стихотворный момент появился. Вообще, это считается стилистической ошибкой, и если это не работает на, да, стилистическая ошибка, если это не работает на какую-то цель, может, у вас есть цель какая-то, чтобы это так звучало, то лучше исправить, потому что это иногда выглядит там, смешно и глупо, и может это снизить градус вообще всего и испортить все. Это может даже быть сочетание звуков какое-то не очень хорошее. Допустим, поэты, они там иногда вольны, иногда невольны, чтобы, допустим, какой-то там рокот, космодрома нам изобразить, они используют очень много слов вот с этими р-р-р-р-р. И мы даже не задумываемся, и может даже они не задумываются, когда идет такое нагровождение немножко там ручащих вот этих р-р, оно создает вот этот рокот, с его помощью можно передать там рокот, я не знаю, воды, горные реки, у Пушкина где-то это есть, вот он про Кавказ писал, он часто этот прием использовал, кстати, не знаю, сознательно или бессознательно. Иногда даже это может смущать, понимаете, когда вы пишете про розовых пони, а у вас там что-нибудь жужжит и окочит, это будет диссонанс такой, между формой слова и содержанием, понимаете, про розовых пони надо писать что-нибудь из эфирного, вот, поэтому посмотрите внимательно и там вы сможете понять, что прошло не так и измените это. это могут быть какие-то там ага, ну, в общем, про предложение я уже говорила, пассивные конструкции тоже не надо использовать, потому что у нас, помните, как нас учили там, вот, родительственные действия, кто на картинке, там, не знаю, колокол, что он делает, там, катится, то есть это, мы так, мы сами субъект действия, мы себя в этом мире создаем, я субъект действия, я что-то делаю, и мы так учимся, начинаем учиться, поэтому нашему мозгу очень проще, очень просто воспринимать, когда есть активный субъект, который активно действует, когда пассивная конструкция, непонятно, кто действует и на кого это воздействует, немножко происходит расфокусировка, может, мы даже не осознаем это, но лучше не использовать пассивные конструкции. Вот эти рекогностировки если не надо в данном конкретном контексте тоже не используйте. Ну, то есть иногда это, конечно, нужно, нужно такие слова использовать, но если можно упростить, лучше упрощайте. Опять-таки, причастие, идея причастия в русском языке, по крайней мере, они такую немножко академичность придают тексту, ну и, то есть, тяжесть такая появляется. Про пони, опять-таки, не надо позитивных пони, единорогов не надо писать с помощью причастных и причастных оборудов. Вот, канцелярский стиль тоже не в такую... Вот помните, когда первый текст смотрели, вот это там, прям, решило этим? Очень тяжело воспринимается. Ну, то есть, то, что я уже говорила, это чисто такие технические моменты, но очень важные, когда вы вычищаете текст, когда вы делаете на абзацы, абзацы, кстати, тоже дают ритм тексту, визуальный, поэтому не пренебрегайте. Абзацы должны быть прямо очень, как коротенькие, тоже 3-5 предложений, и обращайте внимание на орфографию, пунктуацию, потому что обязательно найдутся умные люди, у вас читатели, вы будете вас нагреть, вам будет спидно, и, может быть, какие-то хорошие начинания не реализуются из-за того, что у вас, я не знаю, за шеей, перелезает. Так, ну, в общем, все, все, что я хотела, я сказала. Еще хочу раз повторить, что это универсальная очень штука, которая работает на любые темы, на любые тексты, поэтому, если захотите, пользуйтесь, я буду очень рада, если вам это поможет в вашей работе. Здравствуйте, меня Заим зовут, я из Таджикистана, вы рассказывали, что вы работали в Форбсе, в Форбсе, не важно, где-то там, да, где-то там, и вы говорили о том, что вам писали в редакцию, чтобы убрали имя, вот какой-то дядька вам писал, я же уже не работаю, я передал свои полномочия, это оказалась его жена. Потом вы сказали, что они что-то придумали и его убрали из этого списка. Но, ваша статья, она это как раз, она посодействовала, но я хотел узнать, в реальности, его убрали оттуда, в реальности, он остался всякими же деньгами или наоборот? Как бы он его реально убрал или нет? Это была не статья, это короче, как, конечно, с дикойного столкнулся со мной, но, где-нибудь, жена его управляет просто этими компаниями и все. Просто его имени уже в списке нету, но как бы... Да, 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 потому что, конечно, потому что он, естественно, у него очень большой бизнес, сейчас они бизнесом просто управляют, жена там, несколько компаний, я не помню уж, я так думаю, что он просто на нее переписал уже все имущество, я уже давно не отслеживаю это, по-моему, человек, и все. Вот теперь вопрос, насколько тогда вот такие статьи, они рабочие, просто, да, мы пишем, да, как бы, если мы журналисты, мы пишем эти статьи, но по факту происходит, как бы, пыль в глаза, по факту, как бы, да, вроде бы он ушел, но при этом он серый кардинал, он за кулисами остался. Вы хотите, чтобы его разорили? Нет, я не готова, с ней только это. Настолько эффективно будет, но просто это неэффективно, Нет, подождите, знаете как, это у Форбса другая цель и задача, а у Паблика про Тинкей другая цель и задача. Рассказать, как раз таки я бы, это эффективно, он теперь сидит и боится, и не хочет выиграть ни один тендер государственный, и не будет подлезать государственным деньгам. Все равно сейчас Казахстан, как бы мы ни ругали тут свою власть, сейчас самая открытая у нас база данных и по госзакупкам, и по владению имуществом, и очень легко проследить, кто выигрывает государственные тендеры. Поверьте мне, журналисты всего Казахстана с нетерпением ждут, когда кто-нибудь оступится, и выиграет государственный тендер, и будут рвать на части. Поэтому я считаю, что такие публикации, они важны. И Forbes, кстати, вот мои группы из Forbes, которые делают главный рейтинг, 50 самых богатых журналистов, ой, бизнесмен от Казахстана, с сожалению, не журналистов, они, я считаю, что они очень крутую штуку сделали, они сделали бизнес более прозрачным и очень хорошо показали связи государства с этим бизнесом. А в чем вопрос? Нет, не вопрос. Комментарии. Ну да, 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 да. Но я, знаете, еще, слушайте, то, что сделал Forbes, вот мои коллеги, блин, это очень крутая штука, это даже не сразу видно было, как у меня, у нас главный редактор говорил, приходили к нам в такие все спортивных костюмах, к нам приходили такие ребята в спортивных костюмах, и нашему ждателю там периодически звонили. А, как наш ждатель рассказывал, после каждого выхода ему звонят, и у него три основных вопроса. Почему я в списке, почему я не в списке, почему этот мудак маши меня в списке. Вот, короче. Вот такие. Ну, то есть там постоянно какие-нибудь... Там очень... Там было... Я просто понимаю, как это было сложно, как это было страшно делать, но благодаря этому все равно экономика стала более прозрачной. Понимаете? А сейчас эти... А сейчас, когда вот ребята делают там рейтинги стартаперов, айтишников и так далее, к нам уже обращаются, поставьте, пожалуйста, печать. Мы там... Они... Когда в зарубежных банках, особенно, получают деньги, они говорят, «Смотрите, мы форк все». И им предпочтения дают деньги, потому что, значит, ты прозрачный, ты там платишь налоги, тебя видно, мы можем тебе доверить эту сумму, дать на какое-то время и заработать на себе. Ну, то есть, бизнес уже и сам даже видит плюсы прозрачности. И я думаю, что мы дальше... И даже, знаете, что круто было, допустим? Ну, как круто, я не знаю, как вам сказать. Короче, когда вот эта вся идея и убасизация, это у нас называется, началась в стране, то есть наша часть активов у семьи Назарбаева отжали в пользу государства. В пользу государства, ничего не могу сказать такая вот по этому поводу. Вот. И Хоба в это же время Дарига Назарбаева и это получается и сын один из сыновей Гулата Назарбаева, это младший брат Мурсупа Назарбаева, Хоба появились в списке Форс. И я так думаю, что для них это такая защита бизнеса, потому что тяжело уже будет у тебя отобрать бизнес, когда ты у всех на ряду. Ну, то есть, это одновременно и страшно, но одновременно это и работает на защиту бизнеса. Вот. И сейчас, кстати, мы все отслеживаем большие, очень большие активы, чтобы там не было там Толкаева и так далее. И у меня, допустим, у меня с коллегами есть подозрение, как один очень большой актив отошел, я думаю, людям туда. мы не можем пока это доказать. Там просто всплыли схемы, когда, знаете, матрешки как устраивают, одна компания владеет другой, вот так вот, вот так вот в зарубежных этих, как его, в зарубежных всех юрисдикциях, там вот тяжело распутать, потом они вот так владеют, владеют, владеют друг другом, и дочерь моя компания является там сама себе материнской там в итоге вот так вот какие-то вот такие схемы, а потом, когда ты доходишь до физического лица, ты вообще не можешь нагуглить этого человека. Какие-то люди, эти люди, ты знаешь, что они не могут таким активом владеть, потому что если бы у них были такие деньги на покупку такого актива, мы их знали. Вот, так что у меня есть подозрение, что там тоже уже начались движения в сторону Илбасы 2.0, поэтому журналисты следят за этим активно. И я думаю, что вот такого, то, что было при Назарбаеве, я очень надеюсь, что они повторятся именно за счет цифровизации всех реестров государственных, цифровизации госзакупок и, блин, выхода в интернет. вопрос связанный с чатом GPT, не знаю, в курсе или нет, просто сейчас активно являются равные деятельности, программирование, учебу, кто-то уже диплом написал по мошенчата. В общем, как вы думаете, искусственный интеллект будет влиять на журналистику и как сильно? Или уже может он влиять, или не может сами в этом пользу, когда писали статьи, расстреливали? И второй момент, у меня к вам небольшая просьба после этого, у меня статья, если бы у вас посмотреть, когда я отходил. Ну, очень много. По поводу этого чата, да, я, конечно, о нем слышала, я читала его произведения, плохой журналист, надо править. Короче, знаете, конечно же, он заменит, ну, в смысле, он частично заменит, частично облегчит, точно так же, как это сделала прекрасно Google Translate. Я иногда делала что-то по даджикистану, мой ребенок подходит и говорит, ты на каком языке читаешь? Я говорю, на даджикском, а как ты это понимаешь? Я только говорю, ну, да здравствуй, Google Переводчик. Ну, то есть, это будет, он скорее не заменит, он скорее будет в помощи чему-то. Но, журналисты, которые занимаются хобби-пастом, да, они должны рыдать уже, я не знаю, не знаю, что им делать, мне там все равно, я не люблю таких журналистов, я считаю, что, блин, ну, зачем коптить небо и производить то, что уже кто-то произвел, мне кажется, самое крутое в журналистике делать то, что никто для тебя никогда не делал. Вот, о чем я хотела сказать, еще умное. А, вот смотрите, однажды я прошла на интервью к девушке, которая, они родом из Узбекистана, они сами казахи этнические, и когда началась вот эта все, советская власть развалилась, страны разъединились, ее родители быстренько перебрались на юг Казахстана, ну, там, через Ташкент, Дачанкенда, быстрее, чем-то, Астадыда, там открыли швейное производство, и она училась там в Алматы, начинала, потом в Японии, потом приехала в Шикет, и заменила там своих родителей, потому что они уже достаточно взрослые, было тяжело общаться. Я такая говорю, ну, как вам после Японии? Ну, и вы поговорили на эту тему, это было основное, от чего отталкивать. Вот, если искусственный интеллект сможет задать такой вопрос, а он не сможет это сделать, потому что у него нет этого ПЭКа, он не сможет понять, что значит жить в Шикете после Тонио. Ну, если, я не знаю, если, конечно, у него нет вот этого опыта, поэтому вот такие вещи, пойти на интервью и сделать интервью, он не сможет. Он не сможет сделать какой-то очень там прочувствованный, крутой материал, который, он не видит связи, да, вот, в жизни, он не видит, но пока, по крайней мере. Поэтому пока он не сможет заменить журналистику. Если искусственный интеллект сможет заменить журналиста, нормального, который паспорт занимается, то он сможет заменить тогда любого вообще специалиста, тогда будет или рай на земле, мы никто не будем работать, нам просто будут деньги на голову сыпаться, искусственный интеллект будет раздавать или будет ад. Но я вот читала, я не верю в эти экстремальные ситуации, потому что, как вам сказать, основное, что мы делаем, почему мы выжили как вид, потому что мы умеем приспосабливаться. Мы приспособились к пандемии, вот, недавно, да, мы, к сожалению, приспособились к войне, но это стало, к сожалению, частью жизни, но тем не менее, мы живем, собираемся здесь, обсуждаем невоенную тевачку, допустим, мы вот, как вид, мы очень адаптивные, мы адаптивуемся к этому. И я читала, как-то на примере, как, допустим, могут адаптироваться эти, первым, по кому ударить все это и уже ударять, это, допустим, дальногодщики в США. Они такие крутые, у них такие крутые профсоюзы, что они просто размесут нафиг этот искусственный интеллект. И сейчас там просто какие-то гибридные вещи принимаются, там есть и люди, и искусственный интеллект. Но невозможно выкинуть всех людей на улицу. Мы поэтому будем придумывать новые модели взаимодействия, будем выживать и будем просто дальше как-то двигаться, развиваться. Может быть, настанет какой-то золотой век человечества, когда мы сможем себя полностью реализовывать, потому что какая-то очень рутинная грязная работа будет оставаться робота. Я не знаю. Мне кажется, что все будет в пределах работы. мне очень нравится чат-жапти. Он мне помогает гибрировать заголовки для статей. Большой! Я из тех людей, которые пишут заголовки после всего детства. На самом деле просто сейчас чат-жапти очень плохо работает с английским языком, но он прекрасно работает с английским. И, по крайней мере, в своей дальнейшей работе часть какой-то рутинной работы я делаю с помощью чат-жапти. Последнее объявление о тренинге про сториделинг это частично то, что было генерировано чат-жапти. То есть, да, какие-то, мне кажется, рутинные тексты искусственный интеллект вполне может заменять журналистов. То есть, он генерирует прекрасный текст на английском. Достаточно, я бы сказала, даже творческий, и, мне кажется, не каждый журналист у нас может генерировать такой текст. Поэтому, да, мне кажется, часть какой-то работы автоматической уйдет, но, тем не менее, никто не отменяет того, что журналисты, то, что делают журналисты, если это не рутина, не поток новостей, скорее всего, искусственный интеллект не сможет сделать. То есть, то, что сказала Таня, интервью, инфекенты провести искусственный интеллект не сможет. Но, часть активной работы он выбирает и в целом уже сейчас. Здравствуйте, Литя, спасибо большое за презентацию. Большая часть вашей презентации, как я понимаю, мне кажется, была посвящена кому-то делать спряющие заголовки, как писать понятные для читателей тексты. Насколько я помню, в программе ваш мастер-класс был заявлен, как влиять на власть через тексты. Вот я хотела вас узнать, правильно ли я понимаю, что ответ будет, что влиять на власть можно через создание общественного резонанса, резонанса, и получается, нужно ориентироваться и делать какие-то материалы, которые, на первых, много лайков, просмотров, комментариев в соцсетях, если это какие-то ресурсы, в которых есть аккаунты в соцсетях. Второе, я хотела бы спросить, что вы делаете с... Допустим, я думаю, что у Бразилье есть как-то успешные инфляции, так и неупешные, когда вы писали что-то, пытались, как-то повлиять на власть у вас не получалось, что вы делаете в таком случае? И третий мой вопрос я хотела бы узнать, вот как-то наша конференция, она вся посвящена рекламензации, и есть какие-то вопросы, на которые власть не реагирует или не признает, допустим, как бы у нашего правительства, у Казахстанского, определенная позиция по войне в Украине. Или, например, есть какие-то вещи о переосмыслении какого-то советского опыта. И даже если что-то писать, иногда такое ощущение, что просто это как всем по дороге, тем не получается, сейчас власть, что делать в таких случаях? Спасибо. Да, давайте я сначала начну. Да, вы абсолютно правы. Я считаю, что как бы я вначале показывала, как я вижу, как это влияет, то есть ты создаешь наружный цепляющий текст, собираешь много лайков, шеров, комментариев, это давит информационную на власть, и власть потом меняется. То есть это не обязательно с первого раза, у нас были кейсы, когда нам приходилось обжаловать что-то, ну, и так далее, и так подобное. За этим тоже стоит какая-то работа. Но по отмене тендеров, допустим, это очень быстро работает. То есть выставили какой-то тендер, вот конфеты с алкоголем для детей, быстро пошла волна, быстро отменили тендер. Вот это работает будет достаточно быстро. Конечно, я здесь стою прекрасно перед вами и рассказываю, у нас там тысячи публикаций, сотни публикаций, я вам рассказала про десятки, которые там успешны. Это, как это называется, ошибка выжившего, я вам только про успешных есть рассказываю. Естественно, какие-то вещи мы не докручиваем, не доделываем, но мы пытаемся это делать очень активно. Допустим, я вам расскажу историю, у нас есть отель в Турции, естественно, который куплен был на государственные деньги и только из-за того, что мы постоянно и планомерно освещаем эту тему, этот актив принадлежал раньше «Казмунагазу». Это самая главная нефтяная компания, нефтегазовая компания Казахстана, которая все бенефиты собирает, можно сказать, от нефти и газа. Она купила этот отель, а потом из-за того, что «Казмунагаз» находил на IPO, на биржу, а мы будировали эту тему, всплыло то, случайно они проговорились, случайно, они были вынуждены сказать, что, оказывается, «Казмунагаз» потерял контроль над этим активом. Прикиньте, мы туда вложили денег, кучу, а мы фактически не управляем, не владеем и не получаем прибыль с этого актива. Я продолжаю эту тему отслеживать, я не знаю, что там будет в итоге, они не могут его продать, может, никогда в жизни не продадут и так далее и так подобное, но в любом случае, даже какие-то кейсы, которые не закончились каким-то успехом, они заставляют вас всегда быть в каком-то тонусе и уже не делать такие траты, такие бессмысленные траты, такие ошибки. У нас много кейсов, которые ничем не закончились. По поводу деколонизации, там вопрос очень широкий, там, мне кажется, если прорабатывать какую-то конкретную тему, какой-то конкретный момент, то с одного раза это не сработает. Естественно, это будет как в стенку гороха, особенно в такой чувствительной теме. Наши власти, я им завидую, им приходится сразу сидеть на нескольких стульях, потому что им нужно не спровоцировать межэтнические конфликты, не спровоцировать межгосударственные конфликты, ну и так далее и тому подобное. Но я считаю, что если вы видите такую тему очень важную и видите, что именно власть может изменить это, то вам надо выстраивать целую пиар-компанию какую-то. И одним текстом, одним пабликом это вы не сможете победить. То есть это может быть несколько лет, несколько десятилетий, я не знаю, что угодно. То есть у каждого свой путь и мы не знаем, как он пройдет и чем он закончится. Но идти надо. я работаю в общественном фонде Ирканда Панутерк, мы помимо прочих вещей занимаемся наблюдением с выборами и очень сложно заставить правительство поменять закон. Мы наблюдаем 1016 года и с этого момента гайки закручиваются только сильнее и сильнее и он становится все более драконовским в отношении наблюдателем и неважно какие вы те, кто я в соцсетях написала сколько бы мы пытались работать напрямую с правительством в нашем случае к сожалению очень сложно на них повлиять и еще в моем случае из-за того, что я работаю в общественном фоне то есть ныне медиа страница какая-то у нас нету несколько десятков тысяч подписчиков и если мы хотим если у нас есть какая-то проблема допустим что-то в день выбора случилось какое-то крупное нарушение нам приходится напрямую сначала работать журналистами то есть грубо говоря продать им какой-то наш кейс чтобы они смогли осветить чтобы мы косвенно смогли повлиять на власти ну или хотя бы постучаться в двери и сказать посмотрите на нарушение ужасное поэтому иногда это не работает это очень долгий тоже процесс да это точно так же как люди не понимают почему там очень важны журналисты там приходится объяснять ну вот люди не понимают на самом деле не понимают почему важны депутаты что какую роль они играют люди не понимают что значит выборы ну то есть это и и дифферентность общества не дифферентность это я бы сказала инфентильность это же вклада как вам сказать государство говорит мы за вас берем мы будем делать тут все за вас да вы просто в тряпочку молчите вы просто молчите и мы будем тут пилить за одной денежкой поэтому наши люди ну я знаю эту ситуацию особенно из-за того что мы постоянно говорим про нарушение на выборах люди вот я из общения своего не с журналистами когда разговариваю я понимаю что люди им надобило скобину это этот термин и они не понимают что на самом деле за этим стоит поэтому это очень то что вы делаете это очень сложный процесс и вам придется это делать очень долго и очень мучительно но опять-таки может быть подбирать да продавать журналистам какие-то яркие такие кейсы но без этого это не сработает к сожалению опять-таки наше общество готово поглощать только вот такую информацию но в любом случае в любом случае я думаю рано или поздно мы дорастем до какого-то момента когда люди все поймут как это важно там выбирать допустим я очень надеюсь что вот это подстающее поколение они будут уже по-другому смотреть потому что у моего ребенка в школе у них есть выборы президента они выбирают они понимают что к чему почему ты не хочешь она такая ой говорит они же все оруют ну дети мне надо их устукать я не хочу за это отвечать но она готова спрашивать президента которого она выбрала в школе чтобы он за это отвечал чтобы в классе было тихо потому что ей надо учиться она понимает ей надо учиться поступать в мозг они уже прямо на своей жизни видят как это важно я очень надеюсь что если мы будем продолжим про это говорить и продолжим мы это делать это все равно рано или поздно сработает конечно вопросы предложения комментарии спасибо тогда всем большое я очень рада что вы пришли спасибо большое за интересный мастер-класс ну на этом мы завершаем наш второй день завтра ждем среди на обсуждение спасибо 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok